11.06 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». В студии Анна Лапшина и Светлана Занько. Всем здравствуйте. Мы сегодня говорим на разные с первого взгляда темы, но мне кажется, все-таки они взаимосвязаны. Во втором части к нам придет отец Игорь Шиляев, руководитель Вятской православной общины глухих и слабослышащих людей, настоятель Царево-Константиновской и Знаменской церкви города Кирова, что на улице Свободы. Напротив художественных мастерских, дымковских, чтобы люди понимали, где это. Да, мы хорошо знаем этого человека, и это священник, который сам знает сурдоязык, и который давно уже взаимодействует с людьми, у которых есть сложности со слухом и со зрением. И он уже на протяжении очень многих лет проводит там школу, насколько я помню, воскресную, и у него большая достаточная община, которые занимаются очень разными вещами, проводят замечательное время в общении и в какой-то там деятельности, общественно полезной в том числе. И благодаря, Аня, твоим программам мы знакомим слушателей, собственно, с этой деятельностью тоже. Мне кажется, что это очень важно, когда есть центр притяжения для таких людей, и когда есть человека, который их объединяет и дает им возможность социализироваться и чувствовать себя полноправными членами общества, как и должно это быть. Ну вот смотри, сегодня мы будем говорить вот о чем. Я, насколько понимаю, на этой неделе, вот фактически в понедельник, по-моему, принимали экзамен у новых сурдопереводчиков, которых обучали уже в Кирове. Их было несколько человек, по-моему, там менее десяти человек, людей, которые могли помогать слабослышащим людям в их жизни, да, и в решении каких-то насущных проблем. Сейчас, по-моему, еще пятеро человек появились. Почему это важно? Потому что при общении глухих в Царево-Константиновской церкви работает диспетчерская. Диспетчерская для слабослышащих людей, где они посредством современных технических средств связи могут получать помощь какую-то информационную, начиная от просто вот информации, где что найти, там, да, и куда сходить с какими-то документами, еще чем-то, еще чем-то, заканчивая помощью, там, например, на посещение врача, да, то есть с ними диспетчер может даже в эти места сходить. Это все после 12-ти. В первом часе мы будем говорить о социальном предпринимательстве. Надо сказать, что еще в 15-м году многие из СМИ писали, и власти говорили, специалисты говорили, что в России начинается бум социального предпринимательства. Мы в нашей, несколько наших эфирах на протяжении последних трех лет посвящали социальному предпринимательству. И вот сегодня в наш город приехал эксперт в области социального предпринимательства, ведущий тренер школы социального предпринимательства Сергей Пономарев. Он прямо с поезда сейчас едет к нам. Но я должна тебе сказать следующее. Вот те конференции, которые проводились по социальному предпринимательству, те эксперты, которые приезжали и давали тренинги по социальному предпринимательству, они говорили, что да, безусловно, есть закон, нет закона, социальное предпринимательство так или иначе в России развивается. Связано это с тем, что большую нагрузку предприниматели такие берут на себя, потому что они действуют в сфере, которая непосредственно связана с очень тонкими такими материями. Они приносят общественно полезное, общественное благо, особенно для групп населения, которые, в общем, имеют некие ограничения, например. Там на самом деле социальное предпринимательство, вот я думаю, что Сергей Пономарев, который придет сюда, он пояснит более детально. Но его же можно разделить на две части на самом деле. То есть это есть бизнес, который ориентирован на вовлечение в работу, обеспечение рабочими местами людей с какими-то ограничениями, нуждающихся в этом. А есть бизнес, который работает с обычными людьми, с обычными трудоустроенными сотрудниками. И при этом те продукты, которые он производит, или те услуги, которые он производит, они, опять же, ориентированы на людей, имеющих какие-то особенные потребности. И это было раньше. А сейчас не так. Да, и раньше такими вещами занимались специальные центры, они работали на бюджетные деньги, и мы эти вещи знаем. Это вот организация занятости людей с ОВЗ, реабилитация после физических и психотравм, помощь людям в сложных жизненных ситуациях, вовлечение молодежи в решении соцпроблем, инновационные проекты различные, которые направлены на помощь таким людям, популяризация здорового образа жизни. Вот сейчас подключилась физическая культура и спорт. И вот здесь, кстати говоря, вот это новые блоки, которые появляются, я могу привести живой пример, который мы сопровождаем. Это велошкола кировская, развитие велосипедного движения и велоспорта. Это тоже социальное предпринимательство, потому что популяризирует здоровый образ жизни, физическую культуру и спорт. Развивающие игры и детский досуг. И работа, это частные детские садики. Здесь тоже есть большая история с социальным предпринимательством. Переквалификация обучения людей в трудной жизненной ситуации, пожалуйста. Образование пожилых людей с ограниченными возможностями. Вот понимаешь, это переход из истории с бюджетированием государственными деньгами на историю, когда дают удочку в виде грантов, в виде субсидий и специальных льготных условий труда для того, чтобы решать социальные проблемы. Вот я смотрю, переработка пластиковых отходов с последующим изготовлением недорогих строительных материалов. Тоже социальное предпринимательство, тоже пример. Да, и вот здесь надо сказать, что, конечно, все-таки то, что у нас законом не было определено понятие социального предпринимательства, она как раз, вот эта история, она как раз тормозила, может быть, в какой-то степени развитие этого самого предпринимательства, потому что вот все равно, если предпринимательство, должна быть какая-то выгода. Это не благотворительная деятельность в чистом виде. Это деятельность, которая, да, направлена на решение социальных задач, но, тем не менее, она должна приносить прибыль не только для того, чтобы поддерживать, что называется, штаны тех людей, которые занимаются вот такой деятельностью, но и для того, чтобы они могли нормально существовать и создавать рабочие места, рабочие места, которые будут обеспечены финансированием не за счет только государственных денег, а уже сами могут зарабатывать как бизнес. Я вот сейчас вспомнила, кстати, Соединенные Штаты в прошлом году, да, и одну компанию, которая производит в том числе там экологически чистое мыло в пригороде одного из американских крупных городов. Вот, и там была такая же точная история. То есть мы тоже спрашивали бизнесмен, руководитель этой компании, зачем вы это делаете? Зачем вы это делаете? У вас же бизнес, вы же прибыль должны получать. Он говорит, ну да, конечно, мы и получаем прибыль, просто если бы мы не занимались с этими людьми, социально незащищенными, если бы у нас не стояла задача там вовлечь их и обеспечить их рабочими местами, мы бы, наверное, зарабатывали больше, у нас маржа была бы больше. Так она меньше, она есть, и нам хватает и на это, и на это, и на это, но мы вот еще делаем хорошее доброе дело. Ну и вот я сейчас буду цитировать по ТАСС, 23 октября большая сессия состоялась, там Владимир Владимирович Путин позицию правительства выражал, и эксперты обсуждали, почему закон о социальном предпринимательстве может и должен развиваться и помогать развитию малого и среднего бизнеса в Российской Федерации. По словам экспертов, закрепление такого понятия, как социальный предприниматель, позволит наделить центры региону полномочиями по поддержке в социальной сфере бизнеса. Количество социальных предпринимателей, цитирую я ТАСС, в России по разным оценкам составляет от 5 до 50 тысяч, и с каждым годом их становится все больше. Да, но тем не менее мы видим, рост с каждым годом становится их все больше. Пока они пытаются решать социальные проблемы, эксперты и законодатели работают над закреплением понятия социальных предпринимателей России. Как сообщил в октябре Владимир Владимирович Путин, выступая на форуме опоры России, необходимо снять все разногласия, сказал президент, чтобы принять закон в самые короткие сроки. Он, кстати, говорил еще летом, когда встречался с социально ориентированными НКО, что осенью обязательно должен быть принят этот закон. По словам президента, еще в июле 2017 года, в ходе встречи с представителями НКО, 17-й год был не 18-й, была достигнута договоренность, что такой закон будет принят до конца 17-го года. Заканчивается 18-й, сказал президент, а воссыны не там. Год мы пропустили. Он так поругал законодателей. Поругал. Эксперты сходятся во мнении, что закрепление понятия социального предпринимателя в законе установит правила игры и позволит наделить Федерацию регионополномочиями. В настоящее время проекты федерального закона разрабатываются Министерством экономического развития с участием ответственных госорганов и ведомств, в том числе ОСИ, а также представителей благотворительной среды и научного сообщества. Почему это важно? Потому что есть определенные меры государственной поддержки для социальных предпринимателей. Мы помним, у нас многие эксперты об этом рассказывали, о том, что должны каким-то образом государственные органы и прочее передавать часть тех полномочий, с которыми они не справляются, как раз социальным предпринимателям. Давай с гостем поздороваемся. Да, он сейчас нам поможет разобраться с тем, где мы сейчас находимся, куда мы идем, и действительно ли социальное предпринимательство сейчас с особым вниманием правительства Российской Федерации получит серьезный толчок к развитию, какие задачи социальные предприниматели способны решать. Сергей Пономарев пришел к нам в студию, мы его еще раз представим после перерыва, и сейчас можно поздороваться. Добрый день. Добрый день. Итак, Сергей Пономарев, эксперт в области социального предпринимательства, ведущий тренер школы социального предпринимательства, сейчас у нас в студии. И именно сегодня состоится семинар «Социальное предпринимательство как сфера деятельности. Путь к успеху». Все правильно? Да, совершенно верно. Проводит его, кстати говоря, Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Вот, между прочим, и можно было прямо сразу пояснить, почему именно этот фонд приглашает вас сегодня провести семинар, на кого он направлен? Ну да, во-первых, спасибо за приглашение, потому что давно уже в Кирове не было, и очень приятно здесь оказаться снова. И увидеть знакомые лица. Да, увидеть знакомые лица, это вдвойне приятно. Что касается семинара, то действительно, как в большинстве других регионов на сегодняшний день, если нет специализированных организаций, как центры инноваций в социальной сфере, то в основном за развитие социального предпринимательства отвечают как раз центры поддержки предпринимательства. Это такая государственная структура, ведь я так понимаю, да? Да, да, ну и муниципальные в данном случае, но, собственно, в общем, да, то есть это так или иначе те, кто занимаются поддержкой малого и среднего, ну, в основном малого, конечно, предпринимательства, потому что социально, если мы говорим о социальном предпринимательстве, то это чаще всего даже микропредприятия в основном. Ну, собственно говоря, эксперты определяют социального предпринимателя как субъект малого бизнеса, да, и они предлагают выполнение, мы сейчас обсуждаем законопроект, который что-то никак все не примут, хотя Путин сказал еще в 17-м году. Это длительная история. Чтобы все было принято, да. Два критерия предлагают эксперты, и мы цитируем ТАСС. Первый – это по видам деятельности, то есть малый бизнес, который в выручке своей 70% получает от оказания социальных услуг в дошкольном, дополнительном образовании, в системе реабилитации, ряде услуг в сфере здравоохранения. И второй ключ – когда в доле численности работников такого предпринимателя 50% занимают люди с ограниченными возможностями по здоровью, выпускники детских домов, которые тяжело интегрируются в трудовую деятельность, ну и так далее. А, кстати, мы же просто люди, вышедшие из мест лишения свободы, и в фонде заработная плата таким сотрудникам занимает не менее 50% оплата. Ну вот все правильно, две категории, то есть либо это сотрудники, которые так или иначе являются незащищенными в чем-то, либо это, соответственно, вот те услуги, которые оказываются направлены на таких людей. Почему такая оттяжка в принятии закона? Ну вот смотрите, давайте немножко, может быть, пару слов про предысторию. Собственно, социалка в России, она у нас оставалась нереформированной. Наверное, одна из последних сфер, которая остается во многом нереформированной со времен еще советского наследия и так далее. То есть если там сфера общепита, да, советские столовые моментально быстро ушли, перестроились, да, с развитием рынка, то вот мы как раз привыкли, что социальная сфера, то есть образование, особенно там интернаты, закрытые учреждения, пансионаты для пожилых, вот это что-то такое не про качество, да, там есть проблемы с этим и так далее. И, собственно, вот сейчас последние там, наверное, года 4 или 5 активно происходит процесс перестраивания или, точнее, разгосударствления социальной сферы. То есть государство действительно создает очень много усилий для того, чтобы пригласить негосударственных участников, как коммерческих, так и некоммерческих, в эту сферу, потому что участник во многом оказывается эффективнее. И как раз так получилось, что вот в России социальное предпринимательство начало прорастать снизу. Это действительно очень хорошая такая массовая инициатива, когда большое количество людей стали зарабатывать деньги и реинвестировать их в решение социальных проблем. История с законом, она действительно непростая, потому что, ну, собственно, как говорят классики, определить значит ограничить. И есть большой риск, что вместе с младенцем мы выплеснем и вместе с водой выплеснем и младенца из этого. В том числе, кстати, европейская практика тоже показывает, что далеко не везде есть закон о социальном предпринимательстве, там, в Соединенных Штатах Америки, допустим, его тоже нет, хотя это один из мировых лидеров в этой теме. Потому что определить вот эту сущность очень, действительно, очень-очень сложно. Вот то, что тот законопроект, который есть, он действительно очень неоднозначный вокруг него, и не только его, потому что было много версий, и уже лет, наверное, 10 идут эти обсуждения. Было сломано много копий, так как он как раз зачастую не учитывает вот специфику. Все-таки социальное предпринимательство зачастую это именно индивидуальный, персональный феномен. Во многом это в хорошем смысле белые вороны. А государство, оно всегда работает с широкой палитрой, поэтому большие правила. Ну, например, в законопроекте на сегодняшний день вынесены за скобки некоммерческие организации. Допустим, по моей статистике, примерно 30% социальных предпринимателей, они работают зарегистрированные, во всяком случае, в форме некоммерческой организации или социально ориентированной некоммерческой организации. То есть они получаются как бы в другой сфере. Ну, надо будет или перестраиваться, или перерегистрироваться, или, в общем, как-то им к этому соотноситься. Опять же, допустим, сфера экологии, насколько я знаю, вынесена из закона проекта. Это плохо. Это плохо, потому что очень много проектов, направленных именно на переработку мусора, на утилизацию или переработку тех же самых аккумуляторных батареек, лампы дневного накаливания и так далее. Очень много проектов именно в сфере экологии. То есть вот в этом и проблема, что нужно выбрать именно такой баланс определения, которое, с одной стороны, послужит фильтром для недобросовестных предпринимателей, а с другой стороны, ну, все-таки как-то вот не затопчет вот эту вот хорошую низовую поросль, которая уже действительно проросла все-таки. Как минимум, там, мы считаем, что социальное предпринимательство в России там 11 лет. Ну, так можно взять некую точку отсчета с момента появления фонда «Наше будущее» в 2007 году. Это просто первая федеральная организация, которая начала системно развивать эту сферу. Вот. Поэтому все, все еще раз говорю, не так однозначно с этим законом. То есть получается, что как раз социально ориентированные бизнесмены и социально ориентированные организации опасаются принятия закона в первую очередь, а не государства. Ну, некоторые опасаются, которые, безусловно, не попадают в эту сферу. Кроме того, смотрите, там вот просто есть разные тоже варианты. В одном из вариантов, который я, собственно, смотрел, там есть формулировка, что социальные предприниматели – это субъекты малого и среднего бизнеса, которые предоставляют услуги исключительно вот там определенным целевым категориям, там, инвалидам, пожилым, ветеранам и так далее. Опять же, по моему опыту, вот сколько я общаюсь с людьми в разных регионах, очень мало кто действительно так работает. В основном выбирается бизнес-модель субсидирования. То есть когда у компании есть два направления – коммерческое и некоммерческое. И, соответственно, часть денег, которые люди зарабатывают за счет коммерческого направления, просто перенаправляется на поддержку каких-то важных вещей социальных. Ну, вот мы сейчас приводили пример велошколы в Кирове. Вот именно такой схеме. Это просто самый наиболее распространенный вариант, когда коммерческое направление субсидирует некоммерческое, социальное, собственно. – Действительно ли, вот все-таки мы понимаем, что, да, вот инициатива снизу, рост потребностей, видим, которые возрастают в государстве для того, чтобы развивалось социальное предпринимательство. Но, тем не менее, вы лично, Сергей, на чьей стороне сейчас? Считаете ли вы, что необходимо все-таки законодательно полностью там, да, разобрать по косточкам, все закрепить, потому что, как говорят одни эксперты, это даст возможность четкого понимания, какие именно льготы, налоги, там, да, льготы по налогам, прежде всего, субсидии, лизинги, я не знаю, что еще, меры поддержки государства доступны станут этим предпринимателям. Естественно, это должно быть все прозрачно и понятно, иначе не может быть с государством в общении. Или вы стоите на стороне тех людей, которые говорят, что как только государство вмешивается, тут же вот как раз и... Как с волонтерством было, да? Тут же смерть, тут же волонтерство... И много инициатив, и волонтерство, и можно вспомнить альтернативную гражданскую службу, которая в России тоже очень хорошо развивалась, но потом был принят закон, и, собственно, все. И конец. И практически, да. Теперь их по пальцам можно пересчитать, тех людей, которые идут туда, да. Смотрите, я как бы... Моя позиция следующая, что вот хорошо бы, если приняли закон, который, как минимум, не мешал бы, вот просто бы не уничтожил то, что есть. Дело в том, что... Вот для чего он нужен, вообще, собственно, этот закон, да? Для того, чтобы получать, ну, в первую очередь, для того, чтобы получать вот именно финансовую поддержку со стороны государства, субсидии и так далее, и так далее. Во многом это порочная практика, потому что, если мы посмотрим, например, на те же самые там меры государственной поддержки в Соединенных Штатах Америки, которые действуют в отношении социальных, например, там нет закона. Ну, они помогают, но там нет фактически финансовой поддержки, то есть она очень минимальная. От государства. Да, от государства, потому что основной принцип, что если ты предприниматель, ты должен зарабатывать деньги сам. Они помогают очень серьезно в отношении преодоления административных барьеров, в отношении там социальной рекламы, в отношении каких-то вот правил. То есть они настраивают правила игры для предпринимателей, и это действительно у них действует хорошо. У нас же, как я понимаю, основная задача, вот как это видится законодателям, просто дать некое определение, и под это определение потом распределять бюджеты. Ну, это не совсем оптимальный вариант решения. Это поручная практика прежде всего для самих предпринимателей, потому что они привыкают получать постоянно какие-то дотации. И присоски сразу там образуются различные, которые используют эти механизмы. Да, и будут, соответственно, там социальные, как это, субсидии Ешки. Есть гранта Ешки, да, а тут будут субсидии Ешки. После поездки как раз в Нидерланды, когда мы в Гааге были в очень самом неблагополучном районе этого прекрасного совершенно города, где живут мигранты, и они так локализованы очень, где прям вот по улицам веет такой воздух бандитизма, бандочки там сколочены, там и все прочее. Да, и нас знакомили как раз социальными предпринимателями. Там государство осуществляло поддержку следующим образом. Во-первых, государство ставило заячу, оно должно было его решить. Они должны были декриминализировать этот район, раз, социализировать мигрантов, которые там находятся, два. То есть, ну, понятно, что, да, и для этого необходимо было предложить какие-то инструменты. Что мы сделаем? То есть создать society, создать сообщество, которое там могло бы, собственно говоря, интегрироваясь в общество и в требования этого государства, стать полноценными гражданами. Они отдали тогда здание бывшего детского садика, которое там находилось, вот в этом районе, как раз социальным предпринимателям. Уже в нем не было необходимости, другие были школы построены. И на базе этого детского садика сначала стали устраивать такие встречи с семьями для того, чтобы можно было там возделывать грядки, вот модные сейчас направления в городах, да, зелень выращивать, чтобы люди знали, как она растет, устраивать праздники для соседей, для сообществ, да, общаться и какие-то там клубы по интересам заводить. Но там смотри, какая история. Я вот не знаю, как это было в Гааге, в Париже, я так поняла. Там есть то же самое абсолютно. Я очень недорассказала, погоди. Мы не добрались до социального предпринимательства. У меня как раз минутка есть до перерыва. Начиналось вот все с этого. И там было охвачено 80 семей, которые прямо вот очень активно стали распространять эту практику встреч, добрососедство и прочее. А дальше они сами собирались и вырабатывали некую бизнес-модель, где бы они могли найти приложение своим силам, рукам, мозгам и понимание того, что на этом можно зарабатывать. И был составлен бизнес-план по строительству аграрной фермы, по производству газонной травы. Сейчас ты вспомнишь, у нас урбанистика, урбан с этого тоже пошел, между прочим. С газонной травы? С газонной травы, с газонов и прочее. И под ГАГой было выделено 4 гектара земли для вот этой организации, где, собственно говоря, они выращивали газонную траву. То есть еще раз в участии муниципалитета выделили землю. Далее они стали сеять газонную траву, а государство их обеспечило заказами. То есть государство закупает вот эту газонную траву в социально ориентированном предприятии. И когда я спрашивала у этих предпринимателей, какой у вас план, он говорит, у нас план на следующий год, прибыль в 2 миллиона евро. В 2 миллиона евро. То есть все показатели все расписаны. Были цифры по декриминализации, по увеличению вовлеченности населения и прочего. Вот показатель. Здесь, понимаешь, решение задач, прежде всего, со стороны государства. Они поставили две социальные задачи очень важные. Мигранты социализируются, они декриминализируются. И дальше вот та самая удочка, тот самый инструмент и помощь, земля, заказы. Вот такие вот вещи. Прервем сейчас на полторы минуты и продолжим разговор с нашим экспертом Сергеем Пономаревым. Сергей Пономарев, ведущий сегодняшнего семинара «Социальное предпринимательство как сфера деятельности и путь к успеху». Сегодня во сколько он состоится и где, и открыт ли он, мы не знаем. Он начинается, насколько я понимаю, в 13 часов. — Да, совершенно верно. Вот, к сожалению, по месту дислокации мне сказать сложно, поскольку есть программы. — Динамский проезд 4, Кировский областной фонд поддержки предпринимательства, конференц-зал. С 13 до 17 часов пройдет этот семинар, и он открытый. — Но там нужна была предварительная регистрация. — Ну, я думаю, все равно, если вот у кого-то сейчас возникло желание, то вполне можно прийти и подискутировать, обсудить. — Ну, вот, кстати говоря, мы мало с тобой, Сергей, ты сказали. Он прошел обучение и стажировки по социальному предпринимательству в 11 странах мира. Мы-то с тобой, со своим Парижем, так себе. Провел более 500 обучающих мероприятий для руководителей социально-ориентированных компаний. — Работает в некоммерческом секторе 17 лет. — 17 лет, сумасоседей, целую жизнь. — А вот как кандидат политических наук попал в эту сферу? — Повезло. — С чего все началось? — Собственно, да. Началось, наверное, все там еще в школе с любви к урокам общества знания. Затем продолжилось выбором специальности политология, политические науки. И так как нужна была постоянно практика взаимодействия, не только участие на выборах, там очень определенные категории, да, политикс, но также еще и интересовало полиси, вот в смысле как согласование общественных интересов, а это всегда связано именно с некоммерческим сектором, с общественными организациями и так далее. И Пермь в этом смысле, опять же, мне повезло, потому что она славится как раз своими сильными некоммерческими организациями, с сильными гражданскими, да, с легкой руки Сан Саныча Узана. Пермь была названа столицей гражданского общества России. И этот опыт, который получил именно по согласованию разных позиций, разных общественных групп, он действительно уникальный. Это безумно интересно, на самом деле, этим заниматься. Поэтому вот сейчас и, собственно, продолжаю уже как раз, да, там, в большей секторе социальное предпринимательство, но все равно социалка – это вот то, что мне действительно нравится. Может, мы все-таки приведем тогда примеры успешных кейсов вот таких вот социальных предпринимательств в Перми, вот чтобы далеко не ходить в Гаагу куда-нибудь там, где 2 миллиона евро. Или в Париж. Или в Париж, да. Или в Аверик. Вот рядом с нами, 8 часов на поезде. Ну, смотрите, если так в целом, кратко буквально по секторам скажу, наибольшее распространение получает сектор дошкольного образования. То есть вот это самое массовое явление, это все услуги, клубы, развивайки, там, детские аква-студии и так далее, и так далее. Все, что связано с услугой мамы и ребенка. Ну, у нас много тоже этого, да. Дальше номер 2 – это, наверное, все-таки трудоустройство. И это всевозможные мастерские для мам, которые там занимаются войлоковалянием или там для тех же инвалидов, типографии или еще какие-то вот несложные производства и так далее. И, наверное, сфера номер 3 очень активно развивается. Это услуги для пожилых, рынок для пожилых. То есть это и обучение, образование, и сиделки, и пансионаты, и вот все такое прочее. А если говорить там о конкретных примерах, ну, там, из Пермского края, например, мне больше всего нравится, я действительно вот ее пиарю, что называется, на всех площадках, Нина Васильевна Маратканова. Это пансионат для пожилых благолетия, вот, в чистом виде социальное предпринимательство, поскольку это деревня Пакча на севере Пермского края, далеко туда трудно добираться. И там было заброшенное двухэтажное купеческое здание, которое, значит, в общем-то, состояло в забвении. Она попросила его в администрации, ей передали его там на безвозмездную аренду на 15 лет, она его восстановила и организовала там пансионат для пожилых. То есть, во-первых, спасла здание, во-вторых, собственно, оказывает услуги, держит минимальную цену. Ну, могу тоже назвать, это порядка там 18 тысяч рублей. То есть это действительно очень... В месяц, да, потому что там в Перми цены вот 30 тысяч, ну, про Москву даже не буду говорить. И она действительно выстроила уникальную систему работы с этими людьми. У нее не больше, по-моему, там 30 человек. Подопечных. Подопечных, да, потому что, она говорит, иначе я просто не могу каждому уделить внимания. То есть вот эта вот разница государственного подхода, такого стандартизированного, универсального. И как раз вот социальный предприниматель – это тот, кто еще вкладывает частичку себя, частичку своей теплоты и помогает людям. Ну, там действительно, как они рассказывают, чудеса. То есть у нее люди встают после инсульта. Она мужчине обязательно бросает пить и курить. Это главное условие проживания в этом пансионате. И она просто, ну, таскает их на все мероприятия, праздники, фестивали. Они поют там хор. А, ну, то есть это не глухой какой-то угол? Это не, не, не. Там доступно. То есть к ней стоит очередь со всего Пермского края и из других регионов. Потому что, ну, вот сарафанное радио, слава, она очень быстро разносится. И сейчас у нее уже второе здание, потому что вот, ну, то есть, ну, люди приходят. А на ее успешном примере, кто-то вдохновившись, попробовал что-то подобное сделать? Да, да, да. Вот я, как я уже говорил, да, сфера услуги для пожилых очень активно развивается. У нас в Пермском крае разговаривал тоже с нашим замминистра по социальной политике. Вот он сказал, что нам удалось начисать только за последние там два года 22 частных пансионата, которые, ну, которые как бы мы выявили, которые там... А есть еще те, которые работают, а себя особо не заявляют. Да, то есть я думаю, надо цифру в два раза там умножать, как минимум. Понятно, что есть и негативные явления, то есть поскольку рынок формируется, он всегда начинается вот с серых. Ну, то есть мы то же самое наблюдали. Несколько лет назад была волна создания частных, там, допустим, вот детских садиков, частных детских огородиков. Вот. И тоже было куча-куча разных проблем с этим. И сертификация, и там, чем занимались, и какие программы, и прочее, прочее. Ну, как-то, в общем, стаканилось. То есть добросовестные игроки на рынке остались, а вот вся вот эта пена, она схлынула. Поэтому, ну, вот формирование цивилизованного частного рынка социальных услуг, оно неизбежно должно эту стадию пройти. В этом смысле, как бы, ну, это неизбежное зло. Другое дело, опять же таки, что органы власти здесь должны создавать свои, должны помогать в виде создания правил игры. У нас же, к сожалению, огромная проблема заключается в том, что вот стандарты в социальной сфере, которые приняты, там, всячески разные еще, они тоже писались еще со времен Советского Союза, писались под большие учреждения. И малому предпринимателю их, ну, просто нереально выполнить. Это невозможно. А переделывать их, ну, что вот называется, себе на риск. То есть регионы за это тоже как-то очень так плохо, мало берутся. Ну, то есть никто не хочет. И прокуратура, она действует не проактивно, а уже тогда, когда что-то случается, и просто там наказывает методом кнута действует. Ну, в общем, логика понятна, да, почему так это происходит. Но все-таки пока что вот эти процессы, настройки, и там особенно передачи социальных услуг, там, в аутсорсинг, да, как это правильно говорить, и сформирование там тех же самых, ну, если говорить, просто эти процессы идут параллельно, да, социальное предпринимательство и там, допустим, формирование реестров поставщиков социальных услуг, или вот сейчас там последняя инициатива, это реестры исполнителей общественно полезных услуг, и так разные. Вот. А это все происходит в ручном таком режиме. Сейчас мы вас всех посчитаем. То есть, да, то есть пока, к сожалению, система правил, ну, вот она сейчас формируется, она сейчас выкристаллизовывается. И в этом смысле, да, кто сейчас вот первый заходит на этот рынок, ну, конечно, да, есть риск прогореть, есть риск там привлечь внимание, опять же, надзорных органов, контролирующих, но есть и все шансы занять эту поляну первым. А вот интересно, кстати говоря, какая сфера сейчас услуг в социальном предпринимательстве еще не развита, но перспективна? Ну, вот я заметил, скажем так, активность, да, именно в сфере экологических проектов. Высорная реформа, товарищи. Ну, экология в широком смысле, да, там не только с мусором, там и переработка, и очистка, и экологические технологии разные. То есть вот у нас не было такого, и буквально последний год или два пошел прямо вал, то есть прямо много появилось, то есть вот это стало заметно, что вот тема экологии, тема энергосберегающих технологий, тема бережного производства, вот там отказ от пластика, опять же, такие и так далее. Колчевые сумочки, да, для каждой недооценения в магазин, а воськи, вот это вот все, да. Вот это все, оно действительно вот прямо начинает выстреливать. Вот, ну, думаю, вот, наверное, эта тема. Плюс, как, ну, с моей точки зрения, очень недооцененная тема тех же самых работа с лицами, вышедшими из мест лишения свободы на сегодняшний день. То есть у нас в стране там больше миллиона заключенных, если мне память не изменяет. Вот, и с этой категорией действительно очень мало кто работает. И чаще всего работают именно с точки зрения поддержки в первые, там, два-три месяца после выхода, да, какой-то? Да, то есть вот такой именно, как бы, реабилитации целенаправленной системной политики не происходит. Там, да, огромное количество, не знаю, там, гаражных кооперативов, да, которые предлагают им работу неформально, без контракта и серую, и так далее, и так далее. Но именно чтобы вернуть человека в общество, вот этого нет. А, допустим, в тех же штатах, где просто знакомился с работой именно социальных предпринимателей, очень много именно в сфере общественного питания. То есть людей принимают на программу, обучают, там очень серьезный отбор, то есть вылететь вообще запросто. И эти люди оказываются самыми мотивированными работниками, потому что для них это не просто работа, да, для них это вот, ну, реальный шанс там начать жизнь заново. И таких организаций только в сфере общественного питания более 80, вот, не считая там их филиалов и так далее. У нас вот пока вот эта категория, то есть она, ну, вот она в какой-то серой зоне, то есть мы ищем под фонарем, воспринимая социальные услуги именно как образование, медицину там и так далее. На самом деле она гораздо-гораздо шире. И есть много недооцененных рынков, которые вполне могут выстрелить в ближайшей перспективе. Ну, вот это такая история, понимаете, когда мы об этом говорим, что там мы ищем под фонарем, а она шире. Вот еще раз возвращаюсь к вашим словам, Сергей, что у нас эта инициатива пошла снизу, да, а вот пример как раз с ГАГа, это история, когда государство, есть целая система, которая работает над выявлением проблем и постановкой задач для их ликвидации. Там просто проблема настолько явно проявилась, мне кажется, вот в том квартале, который ты приводишь в пример, что уже делать было нечего государству. Ну, погоди, ну, смотря, что государство хочет. Как оно хочет жить, понимаешь? Совершенно верно. С этим я соглашусь. Ну, нет, государство тоже много чего делает, просто это процессы как бы оказываются немножко параллельными. То есть государство целенаправленно, ну, давайте такую формулировку выберу, как снижает объем социальных обязательств, возложенных на себя, передавая это вот в частный сектор. Ну, да, на аутсорсинг, частный сектор там и так далее. Вот это, собственно, его основная задача. Цель раз государствления, социальная сфера. С одной стороны, с другой стороны, на мой взгляд, государство может осветить всю страну, только признав проблемы. Вот когда открыто ставится, признается проблема, озвучиваются цифры, последствия, просчитывается, вот тогда можно уже принимать законы, меры поддержки и прочее, понимаешь? А с признанием проблем у нас большая проблема. Это правда. Итак, давайте, у нас остается буквально две с половиной минуты. Сергей Пономарев, эксперт в области социального предпринимательства, ведущий тренер школы социального предпринимательства, наш гость из Перми. Сегодня с часу, вот буквально уже совсем через два часа, даже через один, с часа до пяти, на Динамском проезде четыре пройдет семинар. Это фонд поддержки предпринимательства, в конференц-зале пройдет открытый семинар для тех, кто заинтересован заскочить, как сказал Сергей, вот сейчас прямо в эту тему, потому что она действительно активно горячая и будет развиваться. Это уже не шутки, это уже не только энтузиазм, это прямой интерес российского государства и его президента. Посмотрим, во что он вылится, конечно, но тем не менее он есть, хотя бы эта задача обозначена. Вот можно сегодня прийти. Сергей, все-таки вот еще раз, кого мы ждем? Вот сейчас к кому можно обратиться? Кто может прийти? Ну, мы ждем, собственно, как действующих предпринимателей, которые, понимаете, по факту сегодня социальный предприниматель это тот, кто сам себя таким идентифицирует. То есть вот если вы считаете, что вы вносите там важный социальный вклад в решение общественных проблем, да, конечно, приходите. А также тех, кто, собственно, только вот еще ищет себя и смотрит в сторону бизнеса, ему интересно было бы оборовывать. Но просто обычный традиционный бизнес, вот из серии там произведи, продай, для него это немножко скучно и хочется еще какая-то, вот чтобы была осмысленность, какая-то миссия, какая-то, вот какое-то наследие после себя оставить. Вот это ровно про это. То есть это для тех людей, которые смотрят чуть дальше просто получения прибыли, да, которым хочется эту прибыль на что-то потратить, потому что сегодня бизнес это лучший инструмент изменения мира. То есть вот если есть амбиции по поводу изменения, ну, давайте хотя бы так, не мира, а в окружающей среде, да, вот вокруг себя. Возделывать свою грядочку. Да, 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 то you're welcome. Спасибо, Сергей Пономарев, ведущий сегодняшнего семинара, еще раз, Динамовские 4, через час конференц-зал, это фонд поддержки предпринимательства, будем говорить, будут, мы уже только обобщаем, потому что мы так много об этом говорим, хорошо, будем говорить о социальном предпринимательстве, как сферы деятельности, путь к успеху, похоже, нарисует Сергей Пономарев. Выбор бизнес-моделей, проектирование, упаковка социального проекта, источники финансирования социального проекта, юридические какие-то аспекты, как я понимаю. Российский и международный опыт обязательно. Сергей Пономарев, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.